Ах, черт, мы снова идем. И концепция интереснее. Посмотрел скриншоты, почитал вкратце и понял, что тут, как это правильно называется, тайкун, что-то типа того, симулятор выращивания, но более добрый и понятный, нежели драг-дилер-симулятор. Так, уиткрафтинг, взросление, классический сценарий. Надеюсь, ты хорошо провел время в этом учебном году. Первый курс, и он же последний. Твой отец почти заработал сумму необходимую, чтобы заплатить за твое обучение, и заболел. Его больше нет. Он ушел, как и твоя мечта о том, чтобы получить степень NBA. Ты вернулся, откуда начал, во Флинт, штат Мичиган. Теперь ты живешь в старом доме отца вместе с Клайдом, твоим впечатлительным, инакомыслящим, слегка подверженным паранойи братом, нонконформистом. Взросление, взлеты и падения, аномальная жара. Да, давайте первым возьмем взросление. Классический режим пишет нам. Дружба не может длиться вечно. Уровень позабытых отношений будет снижаться со временем. К счастью, время лечит. И поэтому ваши враги не будут помнить ваши проступки до гробовой доски. Это замечательно. Нажмите любую кнопку. Нажимаю. Это мы, да? Какой мы красавец. Опасный. Дерзкий. Умный. Куда-то мчим. Собственно, на похороны отца, судя по всему, мчим. А это наш брат, нонконформист или кто? Похож. Похож на главного героя. Так, окей. Окей. Куда это мы направляемся дальше? Без диалога, без ничего. Чувак, добро пожаловать домой. Клайд Вудсон, твой бро. Я бы хотел, чтобы мы встретились при других обстоятельствах, но отца больше нет. Это единственная радость ко всем, во всем этом, что мы вызвали для тебя из своей Академии Дождевого Документирования. Академия Делового Администрирования. Академия Головного Конструирования. Что ж. Да, что ж, я знаю, ты не хотел бросать школу на практику, лучше, чем теория. Что ты имеешь в виду? У меня есть у тебя деловое предложение. Да, я угадаю, оно включает в себя пункт выкурить 100 тонн косяков? Почти. Другой глагол. Вместо выкурить, я тебе кое-что покажу. Так, прежде чем покажет, я немножко, немножко... Вот, вот, вот так, пожалуй, даже еще. А то музыка немножко громковата. Так, сейчас лучше. Так, это мы, бывший студент MBA. Окей, тыкнуть. Окей. Ух ты, блядь, как тут сложно все. В семейный дом уединенное место. Войти в теплицу. Хорошо. Возвращение, выйдите в теплицу. Твою мать, отец знал о твоем увлечении. Марихуана, лучшая альтернатива опиоидам и бензо... Бензоидам. Ты посадил его на наркотики? И решил пересадить его с колес на наркоту? А ты вообще в курсе, что такое бензоиды? Это то еще дерьмо. Да, они дают облегчение, но только в начале. Чем дольше на них сидишь, тем больше ты зависим. Тем выше твоя толерантность к ним. В сравнении с таблетками, каннабис, благословение. Она облегчила его боль и помогла во все во время химии и терапии. Да ладно, с твоими знаниями рынка и моими навыками введения теневого бизнеса мы на изи захватим этот город. Я скоро начну растить новую партию. Позволь мне продемонстрировать тебе весь процесс. Если мы хотим оставаться на плаву, нам нужно вырастить кучу травы. Ну, типа, я знаю, что марихуана в некоторых странах легальна. Это не только Голландия, так и Канада. Некоторые штаты Америки. По-моему, 4 или 5 их уже. Так, выбрать осветительную установку. Растения не растут без света. Выбор освещения влияет на урожайность, температуру в помещении, бдительность полиции и запотребление электроэнергии и ежемесячные расходы. Купить осветительную установку. Ух ты, ебаная какая. Так, что она дает? Ржавая лампа. Окей. Пока, пока ничего не понятно, давайте дальше тыкать. Посадить кустик. Реги. Выбор сорта влияет на то, кто будет покупать готовый продукт на качество, урожайность и время выращивания. Выберите сорт, чтобы увидеть, как это повлияет на параметры. Ну, давай, реги. Выбрать. Выбрать среду выращивания. Начать выращивание. Окей. Что, опять реги? Скудная почва. Блядь, я не хочу скудной почвы, я хочу нормальной почвой. А сюда тоже? Давай везде это самое засунем реги. Так, перемотай, перемотали. Ой, как растут быстро на глазах просто, ебанешься. Так, в руководстве нет новых записей. Окей. Понято. Музыка прикольная, кстати. Вот, что-что, саундтрек тут нормальный. Я надеюсь, YouTube меня не закроет за это, в плане не забанит. Так, когда оно вырастет? Это уровень полиции, напряженности, да? Полиция пока недоступна, понял. Стрижка растений ускоряет рост кустика. Удерживайте, а в нужный момент отпустите. Отлично. Хорошо. Последовательный методичный полив повышает качество. Прирост качества зависит от условий и удобрения. Все польем. Ух ты, какие. Ебанешься. Прямо реги. Прямо ничего не скажешь. Что-то вот уже март заканчивается. Сколько эти кусты расти будут? Слишком долго, блядь, растут. Слишком дохуя. Палить надо, палить. Ага. Что, пострижем их, да? Хорошо. Хорошо. Отлично. Это сколько на месяц понадобилось, чтобы вырастить три куста? Правда, блин, это ни хрена не кусты, это уже скоро деревья будут. Опа. Сбор урожая. Ебать выросло. Соберите 100 грамм травы. Отлично. Возможности для роста. Ты сирота 24 лет от роду. Почти получил степень по бизнес-администрированию. Оглядываясь на свою жизнь, ты задаешь себе вопросы. Видишь ли ты свет в конце туннеля? Но ты видишь Клайда, тыкающего в телефон. Мутки Клайда не совсем легальны, но они приносят бабки. И никому не вредят. А наличка 10 влияния... Влияние какое-то там. Окей, урожай созрел. Время обменять одну зелень на другую. Ну давай, сделаем это. Окей, подкинем дровичку в этот костер. Не переживай, я тут побазарил с корешами на рынке. Рынок безопасен, и они дадут тебе обосноваться без всяких проблем. Если мы хотим продать траву, нам нужно готовиться к реальному бизнесу. Вот это я собрать бы хотел еще. Организуйте точку на рынке. Ну? Красиво. Так. Где рынок? Нихрена все, рынок прямо рядом с домом, далеко идти не надо. Красиво. Разместиться за 500 бачей? Дорого. Вы хотите разместиться в этом общественном месте за 500 долларов? Вы сможете нелегально продавать траву на точке продажи или купить лицензию, если позволяет закон. Окей, точка на рынке есть. Дальше что? А отправьте сорт регги на продажу на рынке. Продайте 150 грамм травы. Это что? Выпустите партию, чтобы начать продажу. Куда я тыкаю? Что такое? А, вот так. В смысле плохое. В смысле качество плохое. Охуенное качество. Мы там это самое... Рыночная площадь. Так, бродяги. Ожидаемость плохая. Ценовой порог 8. Запах 1,5. Эффекты, ебать. Обычные люди 15. Спортсмены 19. Ну, хорошо. Давай. А, блядь, на них тыкать надо. Удерживай дольше. Обычные люди хотят купить ваш товар. Нихуя себе. Тут прям тыкать надо жестко. Не проебать клиентов еще. Урожай с куста не собрали. Семейный дом Флинт. В смысле? Стойте, у меня тут это самое покупают. Отлично. Что дают? Что зародилось как несбыточная мечта? Выросло в нечто куда больше. А с Клайдом вышло иначе. У него был свой путь. Наличка 250 долларов. Новый сорт Супер Лемон Хейз. Отлично. Хорошая работа. Мы отлично справляемся. Но я не готов удовлетворяться промежуточным результатом. Встречай Бампза. Он продает траву дольше, чем этот мир стоит. Он поможет нам выйти на новый уровень. Где Бампс? Ебать какой Бампс. Легендарный дилер. А что есть хорошего, Ребзя? Ваш товар отпад, но нужно передавать его в нужные руки. Я научу вас понимать потребности клиентов. А разве мы не конкуренты? Почему ты нам помогаешь? Разве мы не конкуренты? Не, больше нет. Скоро травку легализируют. И как только это произойдет, Бам, лавочка прикрыта. Пока-пока, дилеры. Привет, бизнесмены. Без обид. А тебе что с этого? Да, в мои дни никто даже близко не пытался одновременно организовать производство и сбыт. Будь я помоложе, я бы к вам присоединился. Но для такого старика, как я, рынок меняется слишком быстро. Я лучше выберу самую быструю лошадку, поставлю на нее и понаблюдаю с трибун. Окей, с чего начнем? Бродяшка может понравиться ваш реги, но вот качкам подавай что-то особенное. Нужно дать им выбирать. Спрос и рынок зависят друг от друга. Это я понял. К сожалению, сейчас я могу выращивать только реги. Боги, какие вы еще зеленые? Лады. Вот вам немного семян супер лемон хейс. Только я вам никогда их не давал. Усекли. А теперь за работу. Еще немного я буду сидеть на карибах в шезлонге, на котором выгравировано мое имя. Так, тут что-то это самое происходит. Войти в теплицу. Что это? Что это? Урожай с куста не собрали, семейный дом флинт. Какой урожай с куста? Все собрали. Что такое? Расширение. Расширить площадь выращивания потребуется больше пространства и оборудования. В этом месте осталось три комнаты. Так, я не понимаю. Мы опять реги добавили. Ну давай, реги, реги, реги. Так, это нам нужно купить. И осветительную установку новую, конечно же. Так, сюда мы засунем супер лемон хейс. Выбрать сорт. Давай. И сюда. Красиво. Окей. Так, хорошо. Тут, ну что, в руководстве нет новых запчеваний. Тогда ускоряем. Тык, тык, тык. Слишком быстро. Хорошо. Ну, слушайте, я просто специалист по ботанике, ебать. Все поливаем. Замечательно. Этот супер лемон хейс какой-то с желтенькими листиками. Выглядит довольно забавно. Ускорим. Нам нужно, чтобы это все выросло, чтобы все красиво было. Здесь полиция нас за жопу не хватанет. То, раз еще не легализовали, значит мы в каком-то месте, где... Пока нельзя. Пока нельзя. Но, возможно, скоро станет можно, если этот товарищ новый нам сказал, что скоро легализует. Окей. Блин, эти дольше растут, слушайте. Эти прям дольше растут. У нас уже август. Красиво. Хорошо. Польем все. Тут интересно, есть какие-то очки опыта или что-то типа того, потому что тут есть уровни. И если есть уровни, значит какой-то опыт нет-нет будет. Окей. Собрали. Хорошо. Так, тут еще немножко. Обычные люди хотят купить ваш товар. Погоди, погоди. Нет, никакой рыночной площади. А вот сейчас на рыночную площадь. Мы там можем разместить еще что-то. Или не можем. Расширить на 500. Такая еще штука есть. Ой, спортсмены. Суперлемон Хейс. Заебись. За 16 Нет, за 19 Он хочет за 19 Красиво Качество обычное, уже неплохое Уже прям пиздец Я возьму рэги Ебать просто бабки капают Чтоб так было все просто И чтоб вас не спалили еще Ага Нет запасов, этого осталось Тут 34 Что это? Бдительность начальника полиции рассчитывается на основе уровня бдительности Полиции в 5 самых подозрительных местах Влияет на серьезность действий начальника полиции Окей Я пока в теплицу зайдем Семена, семена, да, красиво Слушайте, все, все запасы купили Продайте 50 грамм сорта Super Lemon Haze Заработайте 7500 Обзор конкурентов Показываем всех конкурентов в городе И их влияние в каждом месте Лаксми лезвие Конкуренция Kingston Prophets Окей, а ты кто? Жизель Конкуренция Furious Angels Звольный клик, чтобы узнать больше о человеке О, какая опасная Но что-то я ее не боюсь Вот этот более серьезный Лаксми лезвие У него какая-то банда своя даже есть Окей Так, ну что делаем, ускоряем Входим в теплицу Мы тут это самое, новые лампы не можем купить Сохранить параметры кустика, ебать Как все мило тут, ути-пути Ааа, нет Пока нет Условия Проверьте температуру и влажность помещения Эти показатели влияют на качество вашего продукта Если у вас есть правильное оборудование Вы можете настроить Мы настраивать не можем Я понял Поливаем, поливаем Короче, это тыкалка Я понял Это просто тыкалка Где нужно вовремя успевать все ткнуть Чтобы все было заебись Ааа Ну Вот без шуток Эта игра выглядит намного забавнее И понятнее, чем Драгдилер Симулейтер Та игра была недоделана Это доработанная, судя Потому что пока что я вижу Там попытались в такой псевдореализм Сделали такую польскую GTA А тут обычную клацалку Где Делаешь так Раз, два, три, четыре, пять, шесть Красиво Ебать, вы пахучие Хорош Вот так, вот так, вот так, вот так Ой, заебись Ой, заебись Ой, красиво Ага А что это плохое Слышь, что оно плохим выросло Я что, плохо поливал их или что Вроде нормально Давай, давай, давай Давай, забирай Топ-3 в этой группе еще какой-то есть Ебанутик Когда-то работники у нас откроются Слушайте, тут прям Пространство для креатива Какое хочешь Это что, коллекция сортов Социальные группы Забирай, забирай, забирай Он там говорил Я не фанат сорта Lemon Haze И качество полное отстой Но я возьму так Съебись нахуй Если тебе не нравится Вон, иди покупай У конкурентов Есть вот этот пацан Лезвие Так он тебе лезвие К горлу приставит тебе жопа Есть какая-то Жизель Которая Наверное, тоже не так все просто С Жизелью Через два месяца Как хотелось бы Нет запасов Типа рейтинг маленький На Двое покупателей Из группы Бродяги в этом месте А где обычные люди? Нужно хороший Блять Хороший Как-то урожай делать Не покупаю это за низкий Рейтинг партии Ты ебана Как тут все сложно В теплицу заходим Хорош Короче, их нужно вовремя стричь Вовремя поливать Сейчас иду, 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 иду Блять А брат что делает? А брат не хочет Или в теплице Остаться Или на рынке Я же не успеваю И там, и там, и там И здесь И всюду На помощь уже в пути Ты всегда думал Что вести бизнес Так командовать другими А не рвать собственную жопу Господи Как жизнь-то повернулась Тем не менее Приятно видеть плоды Собственной деятельности Пусть и незаконной Окей Northern Lights Индика какая-то Этот сорт будет доступен За 5 кусков Гриндэдди Пэрпл Этот сорт будет доступен Окей Бать сложно Не хотел вам этого говорить Дед, когда придется Ходят слухи Что на рынке Появился товар От Шона Шонс Банч Который Вашу траву Раком поставили Скоро они начнут Ее продавать И кто знает Что будет с вами Дай совет Ты бывалый Что предложишь В сравнении С составом этих ребят Ваша трава Полная шелубень Во-первых Нужно улучшить качество Как минимум До замечательного Это может сработать Как повысить качество Нужно использовать Удобрения Азот, фосфор, калий Между питанием почвы И качеством петрушки Связь прямая Выровняй уровни Содержания азота Фосфора и калия Помнится мне Что для сорта Супер Лемон Хейс Я использовал 7 долей азота И одну долю фосфора Что касается калия Черт его знает Мне не удалось Найти нужную пропорцию Попробуй сам Думаю у тебя получится Хуя себе Спасибо за совет Ебать Так А как Как установить Ааа 7 азота Одну фосфора Давайте калия на 4 Применить Вы установите параметры Удобрения для каждого куста Сорта Супер Лемон Хейс Вы уверены? Да Окей Да ебаный Блять не успеваю Где брат Брат Ебать Ты видишь Что тут клиенты есть Ломятся Щемятся Я не могу одновременно И кусты стричь и торговать Ничего это Дикий брат Поливаем Поливаем Окей А вот тут А вас нельзя Это самое Запитать Изучить оптимальные условия Реги Ебать Это все Сложно Ебать Как это сложно Кто звонит? Настройте уровень калия Таким образом Чтобы получить 50 грамм сорта Лемон Хейс Замечательного качества Да это замечательно Только блять Я же не знаю Какой уровень калия нужен Чтобы запитать Эту всю дрянь Это пиздец Нелегко Скажу я вам Прям очень нелегко Так Кустик Лемон Хейс Ожидаемое качество Обычное Так Я понял Калия нужно меньше Когда вас поливать нужно будет Собаки дикие Что-то поливаться не хотят Так они обычные будут Это еще скудная почва Как бы почву эту улучшит Давай соберу Может азотика Добавить Применить Крэйги Не, ну это не замечательное качество Ни разу Вообще ни разу Ни замечательное качество Ни пиздошеньки Это будет хорошее качество Но Но такое Давай, давай, давай Можно и повысить цену Если что Знаете ли Хочешь взять Давай Так А тут нам нужно С калием поиграться На самом деле На самом деле Я думаю Его меньше Потому что Когда я поставил Больше Была проблема С тем Что Вот этот Тут был ползунок Синий Ожидаемое качество Он уменьшился Опа Сейчас посмотрим Ах Аааааа Покупатели Ох Эти покупатели Вечно Вот почему Брат нам не помогает Я вообще Не ебу в душе это вон пропал куда-то пропал и и все и gg так упала больше азота так очков для исследования чуть оптимальные условия а как эти очки у блять как эти очки узнать ладно давай вот так ёбаный калий ухажет от калий применить ко всем так там кто-то что-то купить хочет слышите я так блять химиком стану сейчас узнаю что такое азот калий кальций и прочая хрень поливаем так ну возможно можно еще что-то сделать можно вот вот так попробовать применить крэйги хорошо если один калий да ёбаный почему снижается то кто кто блять кричит там кто кричит кто хочет что-то тут блять приобрести я закрою точку все закончили запас слава богу не будут отвлекать меня блять не могу никак сконцентрироваться давайте это расширим ебанц так хорошо я бы хотел взять давайте вот этот норфер нлайкс красиво изменить здравствуйте окей 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 норфер нлайтс ajo 엔ст папер товарищ я ту Так что главное не перестричь этот куст Только сказал Так, у вас что? Азотика Давай, пробуем Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим, на что это мы выходим Ой, бля, хуйня ебаная Ой, хуйня полнейшая Че сбилось? Применить Отвратительно просто с калием Че, больше калия вам нужно? Непонятно Может азота меньше? Сейчас будем экспериментировать, короче Вообще это не страшно все Все не страшно Хорошо О да, 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 да Кстати, повышается Кстати, ой, как повышается Так, а что повлияло? Я убрал азот и увеличил калий Может азота меньше? Или калия больше? Сейчас узнаем Сейчас все поймем Давай, постригу тебя, постригу тебя. Ну? Хорош. Может, фосфор увеличить? Да! Смотрите. Где отметка? Так, нет, все. Фосфор не перебарщиваем. Ну, слушайте, тут методом тыка потихоньку нет-нет. Northern Lines. Акустики. Блядь, перестрик, сука. Я настоящий барбер просто тут, ебать. Сложно, вафля. Акустики. Что акустики? Вот почву бы на самом деле. Почва говнищая. Скудная почва. Скудная почва, скудный урожай. Нужна улучшенная почва, пиздатая. Хорошо. Сейчас вырастим все и продадим этот урожай. Будем заканчивать потихоньку. В принципе, кстати, довольно интересная игра с точки зрения поиска оптимального баланса. Где и что и как добыть, достичь. Ускоримся, пожалуй. Хорошо. Замечательное качество получил, кстати. Диалог сейчас пойдет. Или что? Продайте 150 грамм. Я понял. Сейчас, погоди. Продам я все просто для начала. Для начала я вот тут уже все добью. Как говорится. Красиво. Так, стопэ. На улицу идем. Идем на улицу. Ой, сейчас как продавать буду. Ебанетесь. У меня тут качество замечательное, если что. Так, расширяемся. Топ-3 в этой группе. Northern Lights. Ну, это подороже будет. Ты же понимаешь. Пока вот так. Вот так, заебись. Давай, давай, давай. Что хочешь. Хорошо. Хорошее качество. Он говорил сделать замечательное качество, а я сделал хорошее. А вы не собрали урожай, так там ничего не растет. Это бред немножко, потому что замечательное и хорошее это разные вещи. Правильно? Правильно. Удерживай дольше. Да идите в жопу. Я тебя сейчас подержу подольше. На самом деле очень похоже на любой симулятор. Не знаю, симулятор стартапа, симулятор ютуба, где идет какая-то последовательность действий. Идет определенное развитие, плюс развитие сюжета. Блять, симулятор рынка. Я помню раньше, когда мы в школе учились, одни из первых игр, это там были всякие фермы онлайн, развитие городов, аквариумы, ВК, где ты тоже так постепенно, постепенно что-то развивал, развивал. И оно похоже. Просто разная стилистика, разная продукция, разная тема. Получить зачет. Каналы рекламы и распространения были отлажены. Сейчас товар на уровне. А люди начинают узнавать твое имя. Это хорошо? Да, я думаю, это хорошо. Обычная почва доступна теперь. Это тоже неплохо. Но я думаю, мы с вами дочитаем вот этот диалог сейчас. Ну, это случилось. Шон и мальчики здесь. Я слышал, что они довольно плотно захватили рынок. Хорошо, что мы готовы. Как тебе трава, которую Клайд показал? Хорошо, но вы не можете избавиться от назойливого конкурента, только лишь выпуская новый товар. От просточка? Да, но не от Шона. Он знает правила игры. К счастью, ты тоже не первый день тут. Схватываешь на лету. Есть несколько способов борьбы с конкуренцией. Первый – повысить ценность вашего продукта в глазах покупателей. Продавайте товар дешевле, а качество сделайте лучше. Оценка продукта и потребительского спроса. Конечно, я изучал это. А ты изучал диверсификацию производства? Все верно. Люди будут охотнее покупать у тебя, чем у какого-то левого парня, если ты предоставишь им несколько сортов в одном месте. Открой несколько каналов распространения и отправляй разные партии. Каждая сделка, которую ты проведешь, снизит уровень конкуренции. Шон – не самая зубастая лиса в сарае. Я верю в вас, парни, и в вашу правку. Спасибо, бамс. Покажем, ну как нормальные ребята справляются с конкурентами. Окей. Да, высокие ставки квест пошел. Но я думаю, мы на этом закончим, потому что оно плюс-минус будет повторяться. Будут новые сорта, новые, не знаю, там, земли, чтобы это выращивать, новые освещения, новые всякие пестициды, гербициды и прочие удобрения, которые помогают этому расти. Ну, тематика понятна. Опять же, в моем понимании, вот эта интерпретация, она лучше и, скажем, более спокойная, нежели Драгдилер Симулейтер. Потому что, во-первых, здесь только идет речь о марихуане. Я, конечно, не, я не знаю, до сих пор, я не придумал, как я к этому отношусь, положительно или отрицательно, что в разных странах это разрешают. Но уж точно лучше, чем это было в Драгдилер Симулейтер, где игрок, в прямом смысле, банчит кокаином, ну такое себе. Хорошо, давайте на этом закончим. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь также на телеграм-канал, ссылка на который будет в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте и увидимся в следующих играх и других видео.